В этом году в рамках специального проекта АОЛ Ельвесыг в селах области планируют отремонтировать 74 километра дорог. В целом финансирование за последние годы увеличилось в 7 раз. Строят школы, водопроводы, дома культуры и спортивные объекты. Итоги подвели на специальном совещании. Расскажем подробнее. В этом году бюджет развития сельских населенных пунктов в области вырос на 13 миллиардов. В поселках ремонтируют дороги, строят школы, дома культуры и спортивные объекты. Одна из основных программ, в рамках которой поступает финансирование АОЛ Ельвесыг. В прошедшем году охвачено 53 села. Нереализовано 148 проектов. В настоящее время в эксплуатацию введено 6 объектов. Это строительство крытого манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями в селе Заречное Кустанайского района. Строительство автономного источника теплоснабжения в селе Фрунденское Денисовского района. Строительство сельского дома культуры в селе Пригородное Житогоринского района. Строительство спортивных комплексов в селах Боровское Миндогоринского района и Карамиды Наурзумского района. А также крытого спортзала ангарного типа в селе Харьковское Миндогоринского района. В пяти школах области в рамках проекта проведен капитальный ремонт. Многие учебные заведения давно нуждались в реконструкции. Особое внимание уделяется ремонту внутрипоселковых дорог. В некоторых поселках асфальт появился впервые. В текущем году на средний ремонт дорог районного значения и улиц сельских населенных пунктов предусмотрено более 30 миллиардов тенге. В том числе на развитие уличной дорожной сети в сельской местности 14 миллиардов тенге. Мы планируем отремонтировать порядка 364 улиц в 108 селах. На этот год в районах запланирована большая работа. Необходимо реализовать 75 проектов в 63 селах. Запустят физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Федоровка, котельную в селе Фрунзенская, кейный корт в Кораблыке. На реализацию 35 проектов предусмотрено 11 с лишним миллиардов тенге. Мы планируем обеспечить централизованным водоснабжением 16 сел в этом году. Пунктами очистки воды 49 сел. Улучшить водоснабжение в 6 селах. В результате этих работ доля сельского населения, обеспеченной чистой питьевой водой, достигнет в этом году до 90%. Не обходится и без проблем. Не все деньги, которые были выделены в рамках проекта, в прошлом году освоены. Причина – это недобросовестная работа подрядных организаций и недостаточный контроль со стороны исполнительных органов. Недостроенными остаются спортивные комплексы в пяти селах. В одной из школ из Саракольского района так и не завершили капитальный ремонт. Сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии должного контроля и недоработке Акимов данных регионов. В некоторых районах нет срыва, в некоторых районах срыв произошел. Поэтому, наверное, умелое управление всеми этими процессами приводит к тому, что как бы не было сложно, но справляются с подрядчиками. Аким области скажет, реализация каждого объекта должна быть на четком контроле у полномоченных органов. Тем более, впереди им предстоит большая работа.